Особое мнение на 101FM До его избрания Поэтому Не знаем еще, кто станет спикером Да, мы поэтому Немножко попробуем спрогнозировать ситуацию Михаил, кто, на ваш взгляд Сегодня Официально станет спикером И стоит ли нам ждать каких-то Ну, неоднозначных ситуаций В процессе выдвижения В процессе самих выборов Ну, на самом деле, ведь ситуация Как бы, она интересна Уже достаточно давно Мы уже и в том числе В рамках особого мнения Эту тему обсуждали Я продолжаю говорить о том Что на сегодняшний момент Главная проблема Нынешнего состава законодательного собрания Это отсутствие достойных представителей Которые могли бы Стать полноценными Руководителями И среди оппозиции Сейчас я к этому приду Это первый момент Второй момент Нужно понимать, что Остается у этого состава Не такой большой срок Не полгода Вот Это второй момент И третий момент Это Та ситуация, которая Стала уже достаточно традиционной Но я так подозреваю Что Опять же Никакого логического объяснения В ней нет Это Недопуск К управлению Представителей оппозиции То есть Исходя Из этих трех факторов Мы помним Как выдвигались Три кандидатуры По-моему Балыбердин Гончаров И Коновалов То есть Как две кандидатуры Не прошли Прошла третья кандидатура Ну Что я могу сказать Что Я честно говоря Не верю В то, что Господин Коновалов Сможет стать В полной мере Представителем Законодательного собрания Имеется ввиду Не по должности Не по назначению А По содержанию Своей работы Потому что Явно не хватит Времени Явно не хватит Опыта Потому что Как можно На самом деле Даже Взять Бразды Правления Главный Представительный орган Нашей области Если Опыта Депутатской деятельности Даже не так много И поэтому Скажем так На мой взгляд Решение Что на безрыбье Это как бы Наверное Наиболее точный термин Того Что собственно Должно сегодня Произойти Как это произойдет Ну Конечно Всегда хочется Верить в чудо Но там Я боюсь Что не в этом случае Я думаю Что большинство Проголосует За Коновалова Он станет Председателем Но Если это будет Произойдет Это будет хороший знак То разрыв Между ним И Господином Костиным Он будет Очень-очень Минимальный Вы думаете Кандидата будет Всего двое Ну Из тех Кто реально Может То есть Попытка Если Действительно Вот Были заявления Представителей Оппозиционных Фракций И депутатов О том Что Вокруг Костина Объединяется Вся оппозиция Да Тогда Как бы С их стороны Ну Других кандидатов Не должно быть Со стороны Единой России Понимая Шаткость Положения В том числе По голосованию По Коновалову Вряд ли Тоже Как бы Есть смысл Предполагать Что кто-то Появится еще Тем более Хорошо Но ведь И там В Единой России Я имею ввиду Есть люди Не согласны Иногда С принимаемыми Решениями Как быть с ними И может ли Здесь Кандидатура Коновалова Ну Однозначно Победить Ну Смотрите Да То есть Сегодня у нас Все-таки Идет мобилизационный процесс Связан с началом Всех избирательных циклов И поэтому Вопросы Партийной дисциплины Я думаю Что они Прорешиваются Там Достаточно основательно И Вряд ли Люди Которые Даже внутри Единой России Не согласны Там С кандидатурой Коновалова Ну Вряд ли Будут Пытаться Там Условно говоря Поддерживать Костина Или не голосовать Да Ну Хотя Но ведь Голосование Тайное Ну Мы же понимаем Что все Тайное У нас Всегда Может быть Явно Да То есть Поэтому Я еще раз говорю Я не очень верю В чудо Да Там Если оно произойдет Это действительно Произойдет На мой взгляд Владимир Александрович Если мне не изменят Костин Ну Этот человек Который Один из Наверное Немногих В нынешнем составе Законодательного собрания Кто За весь этот Период работы В достаточно Непростых условиях Достаточно Высокой Уровнем Инертности Да Там Пассивности Законодательного собрания Человек Который Не потерял Желание Еще этим заниматься Плюс Ко всему Ну Там То Как Собственно Позитивно Оценивалось Его исполнение Обязанностей Ну Это тоже Хороший знак Ну И самое главное Плюс В том Что это Молодой человек Поэтому Если бы Как говорится У меня была возможность Голосовать Понятно Что даже Несмотря на Там Партийную принадлежность Я бы голосовал И поддерживал бы Именно Костин Тем более Что С Владимиром Мы там знакомы Еще с Начала Десятых годов Да То есть Мы вместе Работали В молодой гвардии И так далее Вот То есть Я Могу Сказать Что это Очень ответственный Активный Целеустремленный Человек С нормальными Амбициями И Со Своим мнением Что в принципе Нужно Плюс ко всему Ну Зная работу Там Аппарата И то что Там В период Исполнения Обязанностей В Костином Председателя Все заседания Прошли Нормально Без боев Ни по ведению Ни по содержанию Ни по структуре Без скандалов Ну Говорит о том Что в принципе Он нашел Общий язык И с аппаратом Поэтому Там На мой взгляд На оставшийся период Дело даже не в том Что как Многие говорят Что это вот Можно назначить Костина Для того чтобы потом Свалить все на оппозицию Что все так плохо Нет Дело даже не в этом Но по крайней мере Довести эту работу Там до конца До осени Ну На мой взгляд Костин Более готов К этой ситуации Но Это скорее всего Из области чуда Угу Вот вы сказали Что было там Три кандидатуры В числе которых Коновалов Да Я так понимаю Что это Там От тех О том письме Которое было направлено На согласование В Москву По спикерам А то информация От кого направляли На согласование В Москву Да Я так понимаю Что первый раз Первое письмо Но Коновалов был не согласован После чего Начались какие-то Видимо Повторные переговоры И повторно Была направлена Кандидатура Это нормальный процесс Меня интересует Почему вдруг Со второго раза Тогда Коновалова Все-таки поддерживают Потому что Два других Это еще Более Невыгодные варианты То есть Как бы Поэтому возвращаются К третьим Ну подождите Коновалов Не член Единой России То есть Он беспартийный В общем-то И человек У которого есть Постоянное место работы Например Чем он В данном случае Более выдающийся Например Чем Герман Гончаров Ну тем Что вот он Как раз Человек новый Человек устраивающий Все Течения Которые есть внутри Потому что Мы там Помним Что Герман Гончаров Это все-таки Представитель Так называемых Красных директоров Наших Крупных предприятий Поэтому В этой связи Коновалов Он конечно Тоже Представитель Одного из Красных директоров Но Лицо Все-таки Достаточно новое Плюс ко всему Ну я думаю Что есть и личные Факторы Да Там Как бы Возраст Состояние здоровья И так далее Которые Ну наверное Сделали свое дело Ну и плюс ко всему Там я Конечно Там Могу только лишь Пофантазировать Да Что Для Коновалова Уход сейчас С завода В ЗАГС Собрание После скандала С Родиной С этим Со спорткомплексом Да То есть Это как бы Возможность Ну Чуть-чуть Уйти От От последствий Этого скандала Потому что Мы понимаем Что дело Даже не в том Как это происходило А дело в том Что там Тысячи Граждан Оказались Ну опять же Кинутыми Да То есть Это раз И второе Там методы С помощью которых Решаются Гражданские споры Между там Предпринимательскими Структурами По аренде И так далее Я не очень понимаю Почему он должен Уходить от этого скандала Ну Так как он на заводе Отвечает за безопасность Да То есть Мы же с вами Понимаем Что подобное Действие Не могли Пройти мимо него Да То есть Принятие подобных Решений То есть Он мог быть Он Если он Не организатор То он По крайней мере Ключевой Исполнитель Этих решений Вот Поэтому Я думаю Что для него Это такой Вариант Достаточно удобный Хотя Ну Там Если чуть-чуть Забегать дальше Я не думаю Что в новом составе Даже если он пройдет Конечно Сейчас сложно Предполагать Кто может туда зайти Но вряд ли Он будет даже Рассматриваемой Кандидатурой На пост Председателя Вот я об этом И хотела спросить И перспективах Потому что Уходить с завода В общем-то С места работы Где он Проработал Достаточно долгое время И я думаю Что и должность Это хорошо оплачиваем Уходить на полгода На новое место работы Без понятных Перспектив Без понимания Того Будет ли он Войдет ли он В состав нового созыва И будет ли он Там председателем Ну вообще История странная Ксения Это мы с вами Молодые еще Как бы Для нас это Может быть непонятно А там человек Практически Передпенсионного возраста Просто я подумала Что может быть Там есть какие-то Договоренности Уже на следующий созыв Мы с вами Этого не знаем Поэтому там Можно фантазировать Но я еще раз говорю Я не верю В то что Это там Человек Который Пойдет В этой связи Мне Больше импонирует Что вот Подобные шатания Которые были В ЗАГСобрании В этом году Скорее всего Приведут к тому Что в следующем созыве Усилится блок Депутатов От Уралхима Я бы честно говоря Очень этого хотел Почему На мой взгляд Из всех ключевых Экономических Субъектов На территории Активных Работающих Экономических Субъектов На территории Нашей области Именно Уралхим Это те Кто Задумывается О развитии Области К сожалению Там Не Остальные Там Ну Из Там Ни РЖД Там Точно Не Задумывается О том Как Область Будет жить Они решают Свои Задачи По освоению Бюджетных Средств А Уралхим Кроме того Что помогает Тем территориям Где он присутствует Он еще и Достаточно активно Сам вкладывается В развитие Этих территорий На мой взгляд Это вот Те интересанты Которые Большинство которых Позволит нам Все таки Ну Как бы Действительно Принимать Реально Здравые Решения Вот я не очень понимаю Как они смогут Пройти в новый созыв Если мы Говорим о том Что у нас Количество списочников Стало меньше То есть выигрывают В большей степени Это на мандатнике А все округа Они Как известно Они заранее поделены И в общем-то Это технологии Это как бы Это технологии И Всего лишь Как бы Процесс Договоренности Да То есть Как Это Как это может Работать Мы с вами По пятому созыву Знаем Да То есть Там Представительцы Тех же депутатов Раулхима Было Достаточно Большим Может быть Там Не десятками Конечно Измерялось Но По крайней мере Они влияли На работу Заксобрания На принятие решений На обсуждение И в том числе На взаимодействие Различных фракций И поэтому В этом Их Был Большой плюс Поэтому Мне импонирует Та политика Которая Проводит Раулхим В том числе И По развитию Своего Предстоительства То есть Это не только Кирово-Чапец Где Понятно Моногород И Город-Спутник И все Под ними Но и в том числе И Другие Территории области Давайте вернемся К Коновалову Если Он будет избран Сегодня Работа Самого Законодательного Собрания После такого Небольшого Периода Оттепеля Она станет Такой же Какой она была При Владимире Быкове Или она будет Еще жестче Еще закрытие Что вообще Ждет нас Да нет Я честно говоря Предполагаю Что Она скорее всего Станет Такой Как она была При Ивунине Да То есть Когда По факту Там Мне кажется При Ивунине Ничего не происходило Есть 2-3 Ну так и будет Есть 2-3 Человековлияния Да То есть Скорее всего Это там Тот же там Гончаров И так далее И Работа аппарата Там По крайней мере Руководство аппарата Будет нацелено На то Чтобы Как бы Заниматься Вот именно Слушать только Эти Недостаточно Время для того Чтобы как бы Войти даже В курс дела Поэтому Там Вот если сравнивать Тогда почему Не оставить курс Давайте При Вот Владимире Быкове Да Там При всем Как говорится Там Наверное Негативном фоне Который вокруг него Складывается Я могу сказать Что я разговаривал С несколькими Депутатами Зак Собрания И они в один голос Говорили Что как бы С ним работать Очень просто То есть Этот человек Достаточно Прямолинейный Если он сказал Что нет Значит нет Если он сказал Что готов обсуждать Значит Действительно Будет какой-то результат То есть Он играл открыто Если мы вспомним Как это было Предположим Там При вонении Да Там Когда постоянно Какие-то там Подковерные Договоренности И так далее И тому подобное Да Там Ну Там Работать в таких условиях На порядок тяжелее Поэтому Я бы не говорил О периоде Быкова Как периоде Закрытости Период закрытости Это был Наверное Период Бакина Там как бы Все Действительно Закрыто Там есть Понятные Люди Чьи интересы Он представлял И как бы Вот Все это Там Все остальное Отшивалось С Быковым Всегда Диалог был Да То есть Да Обидно Что он там Мог Прямо тебе сказать Что там Мы Точно тебя не поддержим Там Даже Не пытаясь Выходить Но С другой стороны По крайней мере Это правда Это как бы В лицо сказано Да Никаких козней Никто В связи с этим Не строил Поэтому Вот Там На мой взгляд Это не худшие Были периоды Быкова Вот А То что будет Сейчас Ну Посмотрим Полгода Ну Опять же Эти полгода Будут проходить В условиях Избирательной кампании Поэтому Сейчас Ну Да Возможно Сейчас Там Увеличится Количество Законопроектов Такого Ну Это должна быть Какая-то Сдерживающая фигура Политического пиара Я думаю Что Еще раз говорю Там Времени Недостаточно Чтобы стать Сдерживающей Структурой Это будет Просто Такой Некий Координатор Сейчас Началась Избирательная кампания Сейчас Даже Если будет Приниматься Большое количество Там Законопроектов В интересах Граждан Там Мы будем Понимать Что это Не заслуга Коновалова Это Как бы Просто Избирательная Компания И не более того Понятно Особое мнение Михаила Курашина Мы сегодня слушаем Переходим К другой теме Это тема Перевод стрелок Часов На Плюс Один час К Москве С предложением Я напомню Выступила Инициативная Группа Лубягина Во главе С ее руководителем Вячеславом Царюком В последний день Февраля Закончился Опрос В социальной Сети ВКонтакте На эту тему Участие В нем Приняло Более 16 тысяч Человек 62% Из них За 38 Соответственно Не поддерживает Перевод часов И прежде чем Мы начнем обсуждать Я хочу вашу позицию Услышать Как вы К теме перевода часов Относитесь Ну смотрите Как житель Как человек Который Собственно Встает И засыпает В темноте Я конечно За Вы во сколько встаете Ну где-то В среднем В 6-7 Я просто Зимой Рано просыпаюсь И мне не очень Было комфортно Потому что Встаешь в 6 утра Уже светло И ты понимаешь Что светло уже давно Зимой Да Ну вот может быть Там до октября Не знаю Вот То есть Я за то Чтобы это происходило Но как бы Мы должны понимать То есть за перевод Да Должны понимать Что дело-то тут Не в общественном мнении И не даже В административном Решении Это экономический Чисто интерес Интерес Энерго Снабжающих Организаций То есть вы думаете Что Вячеслав Представляет В данном случае Интересы Нет Он тут людей Как раз представляет Он предлагает Перевести часы Так Чтобы сделать Это действительно Оптимальным Чтобы люди могли Просыпаться уже Светло И засыпать Когда уже Собственно темнеет А не ночью Ночью Да То есть Ну там Это уже Доказанный факт О том Что там Энергетики против Это Потому что Они понимают Что каждая минута Которую человек В темноте Использует Свет Это как бы Это хороший доход Который они получают Поэтому Там Это чисто экономический вопрос Я думаю Что в случае Если там Решение будет принято То скорее всего Нас ждет Очередной Рев Ярославный По поводу того Что Энергетики Недополучают Своих доходов И поэтому Надо поднимать Тариф То есть Как бы Цепочка Она понятна Одно дело Там сейчас Тарифы поднимают Другое И обоснование Там Одно Да Другое дело Мы получим Другое обоснование Что потребление Стало меньше Значит Соответственно Там тариф Должен быть Больше Поэтому Здесь чисто Экономика И Там Ну Я смотрю Как предположим Там Решение По Волгограду Было Если мне не изменят Последнее принято Ну Там Опять же С учетом Территориальности Там Как бы Не столько Может быть Вот эта разница Часовая Будет ощущаться Как у нас Но тем не менее Они попробовали У них не получилось Они пожили два года И перешли обратно Вернулись обратно На московское время Вот Ну Еще раз говорю Там Мы с вами понимаем Что там Как бы Ночи Как Во всех Практически Южных территориях Всегда темное Дни всегда светло И дневной День Он достаточно длинный Вот как бы Тут все понятно У нас Несколько Ситуация другая Да То есть У нас Примерно 50 на 50 То есть 50 дней Светло И 50 процентов Времени Светло И 50 процентов Времени Темно Поэтому Для нас Это там Вопрос Достаточно Принципиальный Да Опыт Удмуртии Вот с коллегами Разговаривал Они говорят Нам Нам комфортно Единственное Конечно Понятно Что Там Есть уже Нюансы Комфорта Связаны С расписаниями Там С телевещанием Там И какими-то Другими нюансами Там Предположим С общением С Москвой Да То есть Как бы Когда часовые Пояса разные Но С другой стороны Там С точки зрения Вот такой Чтобы Утром проснулся И сразу Хорошее настроение Потому что На улице Светло Там Это Это тоже Дорогого стоит Но С другой стороны Тогда Зачем нам Вот эти проблемы У нас Когда мы обсуждали Мои коллеги Обсуждали Это в дневном развороте Эту тему Подключалась Коллега Из Саратова И она Сказала Что Вот у них Как раз Сейчас путаница Вот когда Переводили стрелки На разницу С Москвой Была путаница С билетами Была там С программами Ну в общем Людям было Не очень комфортно И вопрос Как бы Зачем нам Эти проблемы Не ну Как бы Там Невозможно Совершить подобный Переход Без путаницы Там все равно Какое-то время На переход Это должно Существовать Не получится Срава по щелчку Что вчера Это было там 8 часов утра Сегодня Ну не получится Но ты должен Все время переводить Считать Вот там Билет на поезд Значит билеты На самолет По местному времени Билеты на поезд По Москве К этому привыкаются К этому привыкаются Ну это все равно Путаница Это определенное неудобство Сеня Когда вы потом В платежке увидите Что вы стали Меньше платить за свет Ну на сколько я стану Платить меньше На 3 рубля На час Ну сколько час Сколько я сажу Ну на час надо Ну вы посчитайте Сколько вы В час электроэнергии Ну сколько Ну 10 рублей У вас же это самое Я не думаю Что там будет Существенная разница Существенная Там понятно Что это не в разы Но там На сегодняшний момент Для Все таки Большинства жителей Там Возьмите ту же историю С вывозом мусора Да То есть там Это вопрос принципиальный Чтобы это стало меньше Ну станет меньше Но с учетом роста тарифа О котором вы говорите Возможного Это все будет скомпенсирован Он так и так вырастет Поэтому как бы Вот Поэтому там Я зато Поддерживаю Там Почему Выходят с этой инициативы Ну вообще Я честно говоря Отметил бы Мне очень Импонирует активность Вот этой инициативной Группы Лубянгела Да Потому что они Как бы Периодически Выходят Точнее Они выходят вообще С большим количеством Инициатив И периодически Эти инициативы Очень здравые Да Поэтому Там они молодцы Вот Там То что поддерживают их Там Из 16 тысяч Там 60 процентов Это тоже хорошо Но это же не Существенный перевяз 60 на 40 Это не 80 на 20 Это не 90 на 10 Никто Это такая очень шаткая граница Согласен Ну это как с переименованием Города Да То есть Но там Я как бы Не думаю Что Сейчас этот вопрос Будет рассматриваться Конечно Вот Это может быть Опять же Был такой Замер В рамках политической Компании Можно ли с этой темой Выходить Но Вячеслав сказал Что эта тема Не политическая Понятно Ну Во-первых Сказать можно Все что угодно Во-вторых Мы же понимаем Что если Вы предположим Разница была В любую сторону Там соотношение Там 70-30 Ну уже Как бы Хорошая тема Которую можно было бы Сейчас взять на Там щит И идти С этой темой А так как Ну протестировали Еще одну тему Да Там тема Не особо выигрышная Ну ладно То есть Вы считаете Тема Это не Не особо выигрышная Ну Для избирательной Компании То есть Я это к чему говорю То что Возможно было бы Тему довести До какого-то логического Там Хотя бы до обращения Там В Москву Да А если бы Был кто-то Из интересантов В административно-политической Сфере Как бы С учетом Результатов Вот этого голосования Я думаю что Ну Я честно говоря Думаю что Соотношение это все-таки В пользу тех Кто За то Чтобы перевести Время побольше Ну бог с ним Вот это Там Шаткое положение 60-40 Да там Ну это как раз Ситуация того что Там Никто не будет Напрягаться И заморачиваться Ну вот Вячеслав говорит о том Что есть два варианта Развития событий Дальнейшего потому что И люди его спрашивают Что дальше И он говорит что Есть два пути Один короткий Это выход Законодательной инициативы К ЗАГСобранию И законодательное собрание Принимает решение Либо это Референдум Вы Вынос вопросы на референдум Чтобы вы обсуждали Его все жители области Вот К вам какой вариант ближе Чтобы это принимало ЗАГС Или это принимали Жители области решения Ну как бы Есть В условиях Если бы ЗАГСобрание было Работоспособным Конечно Это идти по короткому пути А жители области Не нужно спрашивать А как бы Вопрос в том Что прежде чем Вносить законодательную инициативу Нужно там Изучить тему Там Можно было бы Действительно провести Исследование С привлечением Предположим Нашего там ВятГУ Или каких-то других Там социологических служб Да То есть Понятно что Там недостаточно 16 тысяч Хотя На мой взгляд Ликирова Это Достаточно большое количество Мы же не знаем Может быть Это не икировчане В голосовании Может быть Жители районов Ну еще раз говорю Там Если мы говорим О здравом подготовке Законопроекта Нужно исследовать Соответственно Как бы Там Это исследование Поводилось И можно идти По прямому пути Что даст референдум Ну если Как говорится ЗАГС собрания Неинтересна эта тема Да Там нужно Хоть Собираться Уголосоваться И так далее Да То есть Вопрос так и останется Нерешенным Даже Я сейчас говорю О вопросе О назначении Референдума По данной теме То есть Не о результатах Референдума Да Потому что В конечном итоге Даже результаты Референдума Дальше должны Там пойти С обращением В Москву Кто это обращение Должен нести То есть В любом случае Время будет переводить Не Киров Время будет переводить Москва Решение принимает Москва Да О включении В часовой пояс Решение принимает Москва Поняла Давайте мы уйдем На перерыв Особое мнение Михаила Курашина Мы сегодня слушаем Продолжим С другой темой Возвращаемся в студию Продолжаем Особое мнение Михаил Курашин Его гость Сегодня У нас другая тема Она не совсем Городская Но тем не менее Она нам интересна Потому что Она Во-первых Мы поговорим Про избрание Главы администрации Кирова-Чапецка Во-первых Потому что Кирово-Чапецк Второй город В регионе Во-вторых Потому что Тему прямых выборов Мэра города Кирова Вообще Не так давно Отклонила Загонодательное собрание В общем-то Здесь Можно увидеть параллели Я напомню Что два с половиной месяца назад Бывший глава администрации Чапецка Михаил Шинкарев Насколько я помню Перешел работу На другую работу И Уехал в другой регион И вот с того времени Пост остается вакантным И как отмечают Наши коллеги Из чапецких СМИ Это самый долгий срок Когда вообще Пост главы администрации Пустует Понятно, что там есть Временно исполняющая обязанность Но тем не менее Коллеги пишут Что скорее всего Поскольку Пост Ну он не стал официально Главой администрации Видимо кандидатура Его не всех устраивает И более того Журналисты отмечают Что Не то чтобы сейчас Чапецк находится там В конкурсной процедуре Сама процедура даже Не запущена Вот есть ли вообще Какие-то сроки Когда Там после Сложения полномочий главы Новый глава Должен быть избран Есть какой-то Временной срок Или это может Ваши бесконечно Я уже сейчас Точно вам не скажу Потому что я не помню Относится ли это Компетенции Там Областного правительства Или это Все-таки порядок Который утверждает Местная дума Если мне не изменяет память Это все-таки Областной закон Там есть процедуры Многоэтапные То есть По объявлению По выдвижению И так далее То есть А когда многоэтапность То тут На самом деле Я думаю Что Всегда найдется Возможность Эти сроки Как бы Расширить Делать Достаточно Широкими Потому что Подали заявки Объявили конкурс Подали заявку Потом забрали заявки Значит соответственно Нужно новое объявление И так далее И тому подобное Поэтому Ничего Ничего такого Сверхъестественного По срокам С точки зрения Нормативки Я думаю Что здесь нет С точки зрения Вообще Логики Всего этого процесса Во-первых Я так Предполагаю Что В свете Всей начатой Перипетии По поводу Во-первых Объединения Двух должностей Главы города Главы администрации Вопросов Связанных С прямым С прямым Избранием Или непрямым Избранием Плюс Опять же Еще раз Об этом скажу Начавшейся Избирательной кампании Я понимаю Что желающих Не так много Есть другая Ну К версии Ну то есть Это проблема кадров С одной стороны А проблема кадров Об этом же давно говорили У нас Скамейка запасных В органах власти Она очень-очень короткая Если не сказать Что она отсутствует Потому что Мы там Понимаем Что На сегодняшний момент Многих специалистов Которые работали Раньше Еще лет 5-7 назад Мы уже не видим Там В стенах Ни Областной Власти Ни В районах То есть Вот С учетом того Что много Езжу Встречаюсь В администрациях Нет людей Которые Хотели бы Работать Потому что Здесь Работать Ради Не знаю Чего Работать Просто На урну Создавая бумаги Никому не нужные Никому не интересные Точно нет Вот Поэтому Проблема Кадров Она большая И я думаю В том числе Это Вторая версия Это Как раз Говоря о кадрах Это то Что сейчас Тот же Уралхим Готовится К полномасштабной Вообще Компании Избирательной Компании Потому что Это и выборы В Госдуму Это и выборы Законодательное Собрание Это и в том числе Да Там Вопросы Связаны с властью В моногороде А в Чапецке Городскую думу Не в этом Сентябре выбирают Боюсь Собрать Я тоже не помню Даже если Там не в этом То как бы Все равно На людей Сначала собрать Да Там как бы Грубо говоря И поделить Эти пойдут Туда Эти пойдут Туда Эти пойдут Туда Эти пойдут Туда И поэтому Как бы Я тоже Там предполагаю Что людей Уралхима Что они обладают Может быть Чуть шире Возможностями С точки зрения Кадров Но вряд ли Этих кадров Достаточно Для того Чтобы Все задачи Решить То есть Они не могут Найти кадры Или они Все-таки Кого-то нашли Но не могут Определиться Или они Не могут С кем-то Согласовать Это точно Не ко мне Вопрос Это Моя Ваше Предположение Моя версия Я думаю Что Все-таки Это Знаете Не призыв В армию Это штучная Работа Это Индивидуальная Работа Найти этого Человека При том Что Надо понимать Что Если Этого человека Будут двигать Законодательное Собрание Что он Потом Не вильнет Хвостом И не Скажет Ну все Ребят Спасибо Я стал Депутатом Благодаря вам А теперь Я буду Работать На других То есть Все Отсутствие Главы Администрации Города Кирово-Чепецка Убирается Сегодня В То что Сегодня Компания Крупная Да Что Уралхим Сейчас Как бы Занимается Как раз Растасовкой Кадров В рамках Всех избирательных Компаний Которые Пройдут Осенью И дальше Ну вообще Когда Слушаешь Со стороны Кажется Очень странным Что Предприятие Пусть даже Градообразующее Таким образом Влияет На Вообще Органы власти Было всегда Да То есть Вы посмотрите На Состав Того же Законодательного Собрания Последних лет Да У нас Там Были И Представители Предположим На Авиатска Был сильный блок Всегда Да То есть Был Какое-то Время Представителей Блок Газпромовский Да Там Очень долго И сейчас Сидит Там Доронечевский Блок Да То есть Вот Много Этих Голосующих Сами Не понимая За что Там Директоров Совхозов Колхозов Да Которые Собственно Там Нужны И поддерживаться Только для того Чтобы Как бы Представлять Этот блок Поэтому Там Это было Всегда Но еще раз говорю Там В Ролхиме Я вижу Тех Кто Все-таки Заинтересован Что-то Развивать В области Не так Как Опять же Тот же Блок Наронечевский Которые Которых Интересуют Только Вопросы Связанных Субсидиями На развитие Сельского Хозяйства И все Остальное Это уже Вторично Вот И они готовы Там Социалкой Жертвовать Ради Того Чтобы Увеличить Размер Субсидий На сельское Хозяйство Это Освоить Люди Осваивающие Бюджетные Деньги Это Точно Не Люди Представляющие Интересы Жителей У нас Не так Много Времени До конца Эфира Две Минутки Буквально Остается Поэтому Очень Кратко Последняя Тема Управление Культурой Администрации Города Кирова Проводит Опрос 10 Любимых Мест Кировчан Желаю Составить Некий Шортлист Популярных Мест У горожан Чтобы Потом По Этим Точкам Составить Экскурсионный Маршрут Я не прошу Назвать 10 Но Хотя Там Несколько Мест Где Вы Любите Гулять Или Которые Вам Кажутся С точки Зрения Туристической Привлекательности Интересные По городу Смотрите Я Исхожу Из того Куда Я Собственно Людей Вожу Когда Они Ко мне Приезжают Первое Вечный Огонь Набережная Нет Не Вечный Огонь И Участок От Ленина По Московской Второе Это Спасская Пешеходная Часть Третье Это Александрский Сад Четвертое И Мне Очень Нравится Это Кочеровский Парк То как Он Собственно Развивается Пятое Это Набережная В Солнечном Береге Вот Достаточно Симпатичная Что У нас Еще Ну Если Говорить Предположим О Природе То Я Это Тоже Часть Города Кирова Это Поляна Ну Ее Там Все Называют Гренландовской Поляной Я Называю Башаровская Поляна То есть Это Там Где Проходит Гренландия Вот Что Еще Из Интересных Мест Ну Наверное 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 Вот Все Ну Все Тогда Предлагаю На этом Завершить Да Сегодня В гостях У нас Был Михаил Кураж Вице-спикер Областного Законодательного Собрания Пятого Созыва Михаил Спасибо Всего доброго Можно я воспользуюсь возможностью Поздравлю нашу прекрасную часть Жителей области С наступающим 8 марта Будьте такими же И всегда Будьте счастливыми Здоровыми И радуйте нас Спасибо На этой прекрасной ноте Завершаем Спасибо Особое мнение На 101FM